Добрый день, дорогие друзья! Очень приятно видеть вас сегодня на этом лектории. Сегодня я расскажу вам про модель, нейровочислительную модель, которая была предложена для того, чтобы объяснить, как же социальные нормы представлены в нашем мозге, а также какие еще дополнительные нейральные факторы вмешиваются в процесс следования нами социальных норм или принуждения других к их выполнениям. И, соответственно, мы после этого можем немножко устроить небольшую дискуссию на тему того, насколько наш мозг в принципе предположен к тому, чтобы следовать социальным нормам или вести себя как эгоистичный индивидуалист. Итак, в целом лекция будет делиться на две большие части. В первой мы с вами поговорим об общей модели и нейральных основаниях, которые лежат под этой моделью о том, как выглядит система представлений о социальных нормах, о, соответственно, детекции отклонения от этой социальной нормы и, соответственно, о каких-либо действиях, которые человек предпринимает, чтобы заставить других следовать социальной норме или какие, соответственно, нейральные основания есть для того, чтобы человек сам испытывал желание не отклоняться от социальной нормы и вести себя по правилам. И во второй части мы с вами поговорим о механизмах, о поведенческих механизмах следованиям социальных норм, социальному поощрению и социальному наказанию. Итак, мы с вами будем разбирать нейровочислительную модель, предложенную в 2007 году Мондагом и соавторами, которые разделили эту систему на три основных кластера. Регионы, которые включают в себя активацию, что есть норма, то есть какие регионы активируются в большей степени, когда мы сравниваем активацию на некие соционормативные представления, следует уступать места в общественном транспорте. По сравнению с обычными грамматическими суждениями, человек пьет чай. Второй кластер активации, который разбирался в этой модели, принадлежал к регионам, которые были вынуждены активироваться, если мы предъявляли какие-то сценарии или какие-либо поведенческие эксперименты, в которых наш испытуемый наблюдал отклонения от социальных норм. Например, наблюдал какие-либо нарушения социальных норм другими людьми, какие-то нарушения норм этикета и, соответственно, какие реакции нашего испытуемого, какие конкретно мозговые активации и сопутствовали этому процессу. А также третий кластер активации, который использовался в этой модели, включал в себя регионы полицейские, так называемые полицейские, которые активировались, если наш испытуемый был вынужден принять решение о том, чтобы наказать другого человека за отклонение социальных норм, или был вынужден принять решение о том, что в этом случае я поступлю справедливо, поступлю согласно социальной норме. Какая была использована статистическая подложка, чтобы привести все нейральные основания под эту модель? Мы использовали в нашей грядущей статье метод анализа, статистического анализа, так называемого Activation, Likelihood Estimation. В самом общем предсмысле он представляет собой сбор всех данных по интересующей вас теме, как в нашем случае социальных норм, анализ выбранных нами статей, то есть нас интересовали здоровые испытуемые, взрослые испытуемые, с определенными параметрами, если использовались задачи, например, презентация норм этикета, презентация сценариев с нарушением норм и отклонения социальных норм, и социального наказания. И как вы можете представить крестиками, отмечено для каждого из региона, который активировался в целом, представлено количество этих активаций суммарное. Допустим, вы проанализировали 200 статей, и для какого-либо конкретного региона, например, региона V5, вы наблюдали, допустим, количество активаций 10, которые отличались на какой-то параметр, допустим, по миллиметрам. Несколько вокселов, миллиметр вправо, миллиметр влево, и вы можете составить общую карту, что, допустим, для какой-то конкретной категории, для каких-то конкретных заданий у вас была соответствующая карта активаций. Как мы провели этот анализ для интересующей нас категории социальных норм? Мы провели анализ 120 источников по здоровым испытуемым, по задачам, которые включали в себя реакции на несправедливые и справедливые принятия решений испытуемыми и наблюдение этих решений, на включение реакции социального наказания или социального поощрения на следование социальных норм, и пришли к выводу, что данным всем критериям отвечают только 30 статей. Здесь вы можете видеть, как эта чудесная таблица в нашем исследовании выглядела. Здесь были представлены только те исследования, которые отвечали всем нашим критериям. И таким образом для всех трех кластеров модели социального наказания регионов полицейских, почему мы следуем социальной норме, региона детекции отключения социальных норм, когда мы только наблюдаем какое-либо нарушение, и регионов представления социальной нормы, чем, в принципе, для нас отличается социальная норма от какого-либо другого суждения, вы можете видеть здесь. Соответственно, активация отмечена красными и оранжевыми функтирами на этих картинках. Вы можете видеть, что по срезам мозга картина активации достаточно разбросанная. У нас есть регионы конвекситальные, те, которые ближе к поверхности черепа, представленные на коре головного мозга, так и регионы подкорковые. Но как же мы бы в таком случае пришли к выводу о том, какая же система в нашем мозге представлена, как данные регионы обмениваются информацией между собой, и имеем ли мы в этом случае право говорить о том, что все эти три кластера, все эти три параметра модели действительно отвечают за теоретические представления, которые мы разработали в модели. Следующий этап анализа, который мы провели, был сравнение кластеров активации. Мы брали последовательно несколько представленных нам исследований и сравнивали статистические анализы ФМРТ данных, проведенных другими исследователями, когда мы старались контрастировать все статьи, которые отвечали нашему критерию и использовали задачи про нарушение социальных норм, и споставляли их статистически с статьями, которые, допустим, отвечали за социальные наказания. И здесь вы можете видеть, что мы пришли к пониманию некой единой системы того, как в нашем мозге выглядит система представления социальных норм. А именно, она включает в себя левую среднюю лобную извилину. Вы можете видеть ее на самом левом крайнем слайде. В середине представлена картина о том, что активация, которая связывает нарушения норм и социальные наказания, представлена зеленым, а нарушения норм и социальные норм красными. То есть в этих регионах происходит некое сообщение информации, когда мы представляем систему социальную норму в отрыве от общей социальной ситуации, в которой мы должны как-то себя вести, и регионов, которые должны каким-то образом реагировать, если мы видим нарушение этой нормы. То есть активация в этом регионе позволяет нам увидеть, ага, социальная норма была нарушена. В данном случае, допустим, человек не следовал норме этикета. И какой следующий этап переработки информации наступает в этом случае в мозге? Вы можете видеть, что синим отмечена связь между регионами, которые реагируют на социальные наказания и социальные нормы. Она отмечена синим. В подкорковых регионах, соответственно, у нас возникает активация, которая побуждает нас к тому, чтобы произвести какое-то действие, принудить этого человека следовать социальной норме. Выглядит все так, как будто в нашем мозге есть вполне себе стабильная, красивая система, которая обменивается от звена к звену информации о том, что есть социальная норма, в каких случаях она нарушена и что нам следует делать, если она нарушена. В этом случае мы бы все должны были действовать по правилам. То есть не должно было быть никаких отклонений, мы должны были бы быть вполне себе такими идеальными субъектами. И, в принципе, нам это отпадало бы необходимость возводить некие нормы в ранг закона, в ранг права, регулирующегося какими-то жесткими наказаниями. Мы бы, если бы эта модель работала идеально, могли бы, соответственно, не использовать никаких дополнительных мер по принуждению других людей следовать каким-либо правилам. Но что тогда нам мешает вести себя всегда по правилам, если у нас представлена такая чудесная система активации, и наш мозг так охотно реагирует на социальные нормы? Теперь давайте поговорим о тех механизмах, о тех поведенческих механизмах, которые нас побуждают следовать социальным нормам, или же наоборот, из-за которых мы не всегда им следуем, и, соответственно, какие же мозговые регионы, мозговые области, чья активация вносит вклад в эти отклонения, или же, наоборот, в дополнительную фасилитацию нашего следования социальных норм. Так, сейчас мы поговорим с вами о регионе дорзолатеральной префронтальной коры. Это конвекситальный регион поверхностный, лобных долей. Здесь вы видите, что мы достаточно в жесткой форме утверждаем, что в некотором роде она калькулирует стоимость следования социальным нормам. Вы можете увидеть на графике-диаграмме сравнение результатов одного из экспериментов, проведенного с параметром социального наказания. Самый краткий отзыв, который я могу дать об этом эксперименте, который подтверждает нашу гипотезу о соответственной роли дорзолатеральной префронтальной коры, самый краткий отзыв звучит так. Если мы находимся в ситуации финансового обмена с другим участником, и никаких внешних санкций к нашему поведению не предусмотрено, то есть мы просто видим этого человека, у нас есть выбор, какую-либо сумму денег, денежную сумму или денежную сумму очков поделить с этим человеком, или, соответственно, обменяться с ним какими-то финансовыми обменами, в этом случае мы не склонны жертвовать ему очки, если этот регион дополнительно у нас активируется с помощью внешних техник, например, транскраниальной электрической стимуляции мозга. Но если поведенчески мы знаем о том, что ситуацию этого финансового обмена с другим участником может регулировать какая-то история наказаний, то есть мы можем получить штраф, мы можем получить какое-либо социальное отвержение, даже перспектива такого наказания без реального опыта взаимодействия с этим участником и получения этого наказания и дополнительная фасилитация активности этого региона приводит к тому, что мы волшебным образом начинаем вести себя более социально, мы начинаем вести себя более чаще по правилам и, соответственно, с этим участником мы взаимодействуем гораздо чаще, мы становимся более щедрыми и выглядит все так, как будто данный регион оценивает общую ситуацию, оценивает все параметры ситуации и если у нас есть некий полицейский или некая перспектива, представление, что может прийти некий полицейский и применить к нам некие санкции, активность данного региона помогает нам следовать социальным нормам и принуждать к этому и других людей. В этом случае мы становимся более жесткими, если видим нарушение социальных норм другим участникам. Но если мы говорим о том, что в данной ситуации нет какого-то постороннего наблюдения, нет какой-то дополнительной оценки или нет, соответственно, какой-то дополнительной регуляции и возможности штрафа или санкций, мы волшебным образом забываем про эту социальную норму и стараемся позаботиться в этой ситуации о себе. Но это не все. Помимо дорзолатеральной префронтальной коры, еще один регион, чья активность вносит особый вклад, в том числе и в наше желание взаимодействовать с другим участником согласно социальным нормам, является так называемый регион темпорально-паритальные связки. Это область, которая находится на стыке затылочной, височной и теменной коры. Вы здесь, соответственно, можете видеть, как эти регионы активации представлены в разных ситуациях. Ее активность измерялась в других экспериментах, не только связанных напрямую с социальными нормами. И вы можете видеть, что данный регион активируется в задачах на теорию разума, когда мы должны представить себе мысли или ощущения другого человека, поставить себя на его место. Этот регион также активируется в неких задачах, в неких ситуациях, когда мы переживаем эмпатию по отношению к другому человеку и, соответственно, в неких задачах на пространственное ориентирование, поскольку этот регион вплотную примыкает к теменной коре, которая в целом отвечает за представления, за наши пространственные и квазипространственные представления. В этом случае, если данный регион так сильно вовлечен в некие наши представления о том, кем является другой человек, в некое представление об наших отношениях с другим человеком, наверняка активность этого региона может каким-то образом влиять на нашу активность, следовать социальным нормам или же наоборот на наше желание их отвергнуть и поступать как некий эгоистичный индивидуал. В этом случае были проведены эксперименты, которые показали, что на наше желание следовать социальным нормам активность данного региона влияет, когда мы рассматриваем ситуацию взаимодействия с человеком не один на один, а когда мы знаем, что он является членом какой-либо социальной группы. Например, допустим, вы фанат Спартака или наш испытуемый фанат Спартака. Вы знаете о том, что вы будете часто в какой-либо экономической игре с фанатами Спартака, такими же, как и этот испытуемый, или же с фанатами ЦСКА. В этом случае дополнительная активность с помощью магнитной стимуляции или электрической стимуляции показала, что данный конкретный регион вовлечен в наше желание сделать поблажку, то есть простить какие-то прегрешения, нарушения социальной нормы. Участникам нашей собственной социальной группы, в случае, если наш испытуемый фанат Спартака, он будет прощать какие-то серьезные прегрешения своим же фанатам, фанатам своей команды более охотно, чем фанатам другой команды. В этом случае он даже может стать более жестким, более строгим, и те же самые прегрешения, те же самые посилия, нарушения социальных норм он будет наказывать, штрафовать более активно. Почему, собственно, здесь представлены истории, против кого будем дружить. Как, соответственно, наши поведенческие механизмы влияют на то, насколько мы принуждаем других людей, в том числе, следовать социальным нормам, или же, наоборот, прощать, соответственно, те или иные прегрешения и вести себя эгоистично. В этом случае мы с вами разобрали, как мы сами, какие дополнительные факторы помогают или мешают нам самим следовать социальным нормам. Теперь давайте посмотрим, какие механизмы, поведенческие механизмы, поведенческие паттерны включаются у нас самих, когда мы видим нарушение социальных норм другим человекам. Сейчас мы поговорим с вами о социальном поощрении и социальном наказании. Социальным поощрением понимается очень широкий круг неких поведенческих феноменов. Когда даже простое созерцание нами лицевой экспрессии с положительной эмоцией, улыбкой или радостью после какого-либо нашего действия, нами воспринимается, нашим мозгом воспринимается, как такое же по силе поощрение, то есть для нас это имеет ровно такую же силу, ровно такую же значимость, как и любое финансовое вознаграждение. Хорошая новость для менеджеров, для руководителей, что вместо использования финансовой мотивации, они равным образом могут использовать любую социальную мотивацию, мотивацию социального поощрения и получать от этого ровно такие же результаты, ровно с такой же эффективностью, как если бы они использовали систему премий и систему каких-либо дополнительных поощрений эффективности, поощрений продуктивности. Но гораздо более интересно, что помимо того, что мы можем использовать историю социального поощрения, мы можем и наказывать человека, использовать как положительную, так и отрицательную обратную связь. Наказание в данном случае может влиять на ситуацию как в двустороннем взаимодействии, когда, если мы применяем это наказание, мы имеем какие-то дополнительные последствия на наше будущее поведение. Если два человека участвуют в одном взаимодействии, и у этого человека есть возможность заштрафовать другого человека, у него всегда есть ожидание, что рано или поздно он получит какую-то негативную обратную связь от этого другого человека, как мотив мести. И было показано, что на данный конкретный мотив, мотив каким-то образом отомстить другому человеку за то, что я был оштрафован в предыдущем раунде им же, также влияет тот же регион, который мы с вами разбирали ранее, височно-теменной затылочной области. Но гораздо более интересно, что мы склонны наказывать нарушение социальных норм даже тогда, когда мы напрямую не вовлечены в какие-либо финансовые обмены, когда мы не несем потери, когда мы никоим образом не вовлечены в то, что кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает от данной ситуации, а мы являемся просто наблюдателями. Было показано, что в более чем 80% случаев, если мы видим какое-либо несправедливое распределение, допустим, в игре финансовых обменов, когда один участник оставляет себе всю сумму выигранных денег и при возможности поделиться с другим участником делится менее чем 20% своего выигрыша, данная ситуация нами, нашим мозгом воспринимается как несправедливая, и мы склонны пожертвовать наши собственные ресурсы, наши собственные какие-либо очки или деньги, выигранные, допустим, в той же игре, для того, чтобы наказать этого несправедливого человека, который следует каким-то собственным эгоистическим убеждениям и отвергает в данном случае социальную норму. Но в этом случае мы можем действовать как просоциально, когда мы наказываем тех, кто не следует социальной норме, в данном случае несправедливых людей. Так и был открыт в 2008 году и показан экспериментально феномен антисоциального наказания. Есть индивиды с определенными персональными характеристиками, личностными характеристиками, которые склонны наказывать других людей, если они поступают справедливо. И таким образом как бы распространяют свою эгоистическую тенденцию, свою эгоистическую позицию среди небольшой группы. В случае моделирования данной экспериментальной ситуации было показано, что данный феномен распространяется в группе достаточно скоро, если нет никакой дополнительной обратной связи о том, как участники первой и второй группы могут подействовать на данного несправедливого участника, действующего антисоциально. Показано, что если они не имеют никаких дополнительных мер воздействия, вся группа становится антисоциальной. И, соответственно, два типа мотивации, которые могут лежать в этой основе. Когда мы находимся, допустим, в ситуации наблюдения за некой несправедливостью, если мы сами находимся в ситуации неполной анонимности, если за нами ведется некое наблюдение, если мы знаем, что можем получить какое-то дополнительное поощрение, наша мотивация скорее будет являться стратегической внешней. Равным образом такая мотивация проявляется, если мы взаимодействуем с человеком один на один и взаимодействуем с ним несколько раз. Мы можем его превентивно оштрафовать для того, чтобы обеспечить себе некую дополнительную безопасность в взаимодействии с ним. Будем иметь некий джокер в рукаве. Внутренняя мотивация наказывать, применять это социальное наказание возникает в другом случае. И как раз этот феномен является более интересным экспериментально. Когда мы только наблюдаем несправедливую ситуацию, и мы сталкиваемся с рационально объясненным нам условием, что у нас есть некий собственный бюджет, и у нас есть, соответственно, возможность пожертвовать частью этого бюджета, доставшегося нам просто так, без каких-либо заработков, мы можем использовать его для наказания, но можем и сохранить его себе. В этой ситуации рациональным решением является не вмешиваться ни в какую несправедливую ситуацию и просто каждый раз сохранять себе эту сумму и, соответственно, увеличить свой выигрыш в самом конце данной игры. Но экспериментально, когда мы ставим участников в такую позицию, раз за разом мы сталкиваемся с одним и тем же паттерном, что люди, даже будучи поставленными, сталкиваясь с эксплицитно обрисненной инструкцией, что вы можете сохранить свой бюджет, но вы видите несправедливую ситуацию, все же склонны жертвовать доставшиеся им так очки, доставшиеся им деньги для того, чтобы применять, соответственно, социальное наказание. То есть сама внутренняя мотивация, которая лежит и мотивируется активацией нашего мозга, является более сильной. И изначально мы более предрасположены следовать социальным нормам по тем или иным причинам, и данная активация является более сильной в большинстве случаев, чем активация дополнительных регионов, которые мы с вами разобрали ранее, темпорально-паритальной связки, дорезо-латеральной префронтальной коры. Она является более сильной и в большинстве случаев не способна изменить нашу мотивацию к тому, чтобы в большинстве случаев стараться следовать социальным нормам. КОНЕЦ